Автор 20 персональных выставок с географией от Красноярска до Москвы и Санкт-Петербурга. Участник более 40 межрегиональных, всероссийских и международных выставок. Кавалер золотой и серебряной медалей, духовность, традиции, мастерство. Председатель Магнитогорского отделения Союза художников России, профессор. Это далеко не полный перечень титулов и регалий Эдуарда Мэдера, который впервые за 15 лет порадовал магнитогорских любителей живописи персональной выставкой. Игорь Гурьянов продолжит тему. Рассказывать о картинах – это все равно, что танцевать стихи. Пусть этим занимаются специально обученные искусствоведы. А зрителю на картины надо смотреть. Нас в контексте персональной выставки Эдуарда Мэдера будет интересовать прежде всего сам Мэдер. Личность многогранная, академически образованная, во многом таинственная. Или мистическая. Слово «мистика» само вылезло с дальних полок сознания при первом взгляде на вот это живописное великолепие. И появившимся сразу в вопросе, как ему это удается. Больше этого вопроса художники не любят следующий. Что автор хотел сказать этим произведениям. Все мысли, настроения, посылы – вот они в работах. Слово мастера изобразительного жанра – это свет, цвет, композиции. Книга художника – это его картина, где уже все сказано. Персональная выставка по этой же аналогии – собрание сочинений. Титанический труд. Очень творческий человек с глубоким, с очень глубоким внутренним миром. Поэтому такие люди обычно, знаете, долго-долго-долго дозревают, готовят. И когда вот у них есть результат, которым они хотят похвалиться, хотя, наверное, похвалиться – неправильное слово, а передать какую-то эмоцию, энергию, или просто показать, что наработал за эти годы, вот тогда возникает персональная выставка. Действительно, персоналке у Эдуарда в Магнитогорске не было 15 лет. Многие работы, по признанию автора, требовали доработки. Чтобы понять, какой, на это требовалось время. Люди, знакомые с краской и кистью, в один голос утверждают неоспоримое преимущество автора – умение работать со светом. Кому-то кажется, что вот здесь краска светящаяся, а нет. Другие ищут лампочку между картиной и стеной. Ее, конечно же, тоже нет. Что есть труд – многочасовой, изматывающий, часто неблагодарный. Это когда не получается. Трудолюбие не нами придумано. Это, в принципе, лучшая почва для роста странного и капризного цветка с названием «талант». Говорят, Мэдер с детства такой – упорный в достижении нужного блика или тени. Если он какую-то затеивал композицию, иногда я, допустим, композицию не вёл, иногда её и не поймёшь, эту композицию, иногда не воспримешь её, как сначала, как она может быть решена. Он раскатывает её, обосновывает. И в результате получается, в общем-то сказать, достаточно законченная, интересная работа. Сам автор чрезвычайно осторожно относится к превосходным степеням в описании своих работ. И считает излишним вербальное сопровождение картин, резонно полагая, что достаточно названия. Он рассказывает, что бывает, название появляется, когда холст ещё почти пуст. И наоборот, томится безымянное полотно в условных запасниках, пока не обретёт нужное слово. Что касается вербального дополнения, ну, я всегда говорю, что название работы является неотъемлемой частью работы. Иногда это небольшое дополнение, иногда это очень весомое, дополнение весомое, раскрывающее содержательную часть работы, которая может быть не очевидна зрителю. Без названия работа не полна. Иногда и у некоторых может возникнуть вопрос, зачем всё это? Особых прибыли не приносит. В сети терабайты визуального, пардон за выражение, контента, доступного одним квиком. Уважаемые знатоки целесообразности, внимание, вопрос. Кто был правителем Флоренции в эпоху Леонардо да Винчи? Вот и мы не помним. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.